Более 40 человек приехали в Казань из Волжска, Зеленодольска и Васильева. По словам туристов, они купили билеты на трехчасовую вечернюю прогулку по Волге. Но в итоге запланированный отдых им безнадежно испортили. Нам сказали, что будет круиз. А потом вдруг нас привезли сюда и ничего, бросили. Все убежали, все разбежались, все плачут. Вон скорая помощь. Ну сколько можно? Когда автобус приехал в порт, организатор речной прогулки собрал с туристов деньги, но сказал, что нужно переждать грозу, прежде чем выходить в плавание. Люди устроились поудобнее и стали ждать. Но они так и остались на том же месте, даже когда непогода стихла. Люди собрались отдохнуть. Тихо, мирно. А получается так, деньги взяли, билеты мы получили. Отнюдь вот сюда доехали, и нас быстренько он вышел с автобуса и убежал. Собрав деньги предварительно? Конечно, да. Предварительно собрав деньги, как говорите, да? Ну, это уже, мне кажется, беспредел. Туристы провели в автобусе несколько часов. Люди отказались покидать автобус до тех пор, пока им не вернут деньги. Нам ночью никак в зеленый дождь не уехать, ни на чем. Есть только народу. Одного из организаторов путешествия туристы успели задержать и вызвали полицию. Но молодому человеку внезапно стало плохо с сердцем, и для него вызвали скорую. Но не от ложку разъяренные люди долго не выпускали с площади, опасаясь, что молодой человек вскроется. Мы его везем на скорой помощи, сопровождаем, потом везем в отдел. Так как вы написали заявление. Вы сами-то понимаете, о чем говорите? Вы это сами понимаете. Сейчас машина два часа тут простояла. Многие туристы признались, что дело уже даже не в деньгах, а в принципе. У меня гости, потому что с Владимира есть, с Турции есть, и мне сейчас перед ними стыдно. Мне не жалко вот этих тысяч, которые я заплатила. Мне стыдно перед своими гостями. В итоге было написано коллективное заявление в полицию. Насколько затянется тяжба между туристами и организаторами несостоявшейся речной прогулки, пока не ясно.